Огороды и сады засыхают в Сайрамском районе Туркестанской области. Поливать нечем не только при усадебной участке, но и поля, на которых дихкане выращивают овощи для продажи. Это единственный заработок для сотен семей. Но все они могут остаться без урожая. В причинах безводной жизни разбиралась Марина Низовкина. Кактусы впору выращивают дихканом Сайрамского района. Они, похоже, единственные смогут выжить в сложившейся ситуации. Все остальные растения засыхают без полива. Роза Абдикеримова год назад из-за проблем с поливной водой грядки с картошкой заменила на яблоневый сад. Их можно поливать раз в месяц, но даже они засыхают. У нас много лет были проблемы с водой. Мы перестали выращивать картошку, потому что ее нужно было поливать раз в две недели. Посадили в прошлом году яблони, которые нужно поливать раз в месяц. Но это не помогло. В этом году яблони засыхают. В дихкане четырех населенных пунктов разводят руками. Их семьи на грани разорения, ведь вырастить урожай для многих единственная возможность заработать. Похоже, что в этом году в прибыли останутся только те, кого связывают родственные отношения с громкими на юге Казахстана фамилиями. Дихкане заявляют, что их поля получают воду исправно. Канал протяженностью более 30 километров. Он проходит через несколько сел. Тут расположены поля Айтаханово, Карабаево и Брагимово. Они втроем берут воду четырех сел. Люди обвиняют водников и чиновников в лоббировании интересов высокопоставленных земляков. Те обвинения отвергают и пеняют на погодные капризы. Бесснежная зима, сухая весна и жаркое лето сделали свое дело. Вода в реку Аксу с каждым днем поступает все меньше. Если весной в секунду поступало сгод 14 кубометров воды, то сейчас лишь 9. И снижается эта цифра каждый день. Потому, мол, и пришлось вести строгий график подачи воды на поля. В июле месяце вода начала сокращаться почти каждые сутки по одному кубу. На сегодняшний день в реке Аксу поступает 9 кубов воды. 9 кубов воды. И две недели назад с Айрамским водхозом был составлен график. И крестьянские хозяйства были обеспечиваться водой по графику. Виновные в неправильном составлении графика или распределении воды будут наказаны. Правда, какое наказание ждет тех, по чьей милости засыхают десятки гектаров, чиновник не уточнил. Между тем, по данным Сайрамского районного Акимата, в их введении 23 тысячи гектаров орошаемых земель. Почти все они зависят от реки Аксу, которая в этом году маловодна. Марина Низовкина, Виталий Заянтинов, Атамикен Бизнес, Туркестанская область.